Всех приветствую! Знаю, давно не записывал длинных видосов, ходить копать продолжаю, просто времени не было, выезжал так ненадолго и копал. Коротких видосов много скидывал, сегодня приехал покопать на фольварг, это хутор немецкий, его распахали в прошлом году, вот в этом году убрали, уже пшеница начала прорастать, погоняю, я думаю находки будут, монетки сто процентов будут, ну может быть домашняя какая-то там утварь попадется, вот на планах конечно монитосов нашибать, были у меня тут недавно классные находки, но все снимал, скидывал короткими видосами, он уже птицы на юг летают, вот началась осень, у нас сегодня песня Шапутинского, 3 сентября, вечер, пару часиков побегаю, все находки сниму, покажу, всего удачного просмотра, попался первый видосик, был сигнал. Что-то мне кажется, что этот советик, да, остальное на 2 копейки, вот он герб, не очищу уже, ищем дальше, просторы большие, вот только отошел от этой ямки, сделал два шага, вот он лежит еще монитосик, это тоненький монитосик, да, и этот красавец Шиллинг, рельефный, что с этой стороны, да, обалденный, красивый, как он там, Шайде Мюнце Шиллинг, какая красота, смотрите, вон еще 1797 года, монетный двор Е, ну прям он в такую патину впал, только из земли выпал, красота, красота, бы только посмотрите, вчера тут тоже монеток надергал от души, интересные были монетки, но этот только в коллекционный альбом, в этом комке звенит хороший сигнал, вот это шайба, будет это не шайбой, это шайба, да ладно, так, это просто шайба, двумя шагами ранее я нашел вот такую вот бронзовую пигню, ну это походу одно изделие, бронза пойдет, жаль, народ, вы только посмотрите, был сигнал, подумал, что металлолом прохожу, смотрю очертания, под магазин, и что это может быть, это какое-то оружие, и причем у него здесь такой магазин, я бы конечно предположил, смело предположил, осмелюсь предположить, автомат Томпсона, но не уверен на сто процентов, на сто процентов я не уверен, но предполагаю, такая система мне не знакома, а если не знакома, значит это не немецкий, значит это ППШ, это ППШ, вот он предохранитель, по предохранителю узнал, вот здесь он переламывался напополам, сюда барабан, диск вставлялся, прикольная штучка, да, это ППШ, это как ППШ, пистолет пулемет Шпагина, из него даже не постреляешь, так не снять, да, как все таком, ни с чего, но находка в чистом поле, зачет, я тут уже Томпсон и Томпсона, хочется Томпсона найти, но это, конечно, попадется когда-то, но, во-первых, ППШ, будет часть от него, сегодня буду записывать все монитосы, которые поднимаю, и вот очередной монитос, очень-очень-очень убитый, прям, прям сильно убитый, возможно, в ультразвуковой ванне я его отстираю, но, скорее всего, это, это один фенинг, прусский фенинг с орлом, наверное, начало девятисотых годов, ну, прям сильно его так поело, почва, где хорошее вылетает, где плохое, постараюсь записать, как отмываю, в конце закину, посмотрите, а вот здесь лежит верховая монетка, даже копать не надо, посмотрим, что это, оп, отлепил, вот, от нее отпечаток остался, зачем мне подкидывать что-то, когда оно и так валяется, так, это одна копейка советики, убитая, ну, находка, крупный монитосик, ай, не серебро, не серебро, три кроши, так, ну, тут что-то ничего не, ничего не видать, что-то просматривается, а вот здесь, три гроши, 840 год, а, не 3,5, 5 грош, это нить, так, это надо замачивать, и отмывать, вот такая вот монета, 5 грош, 1840 года, точно она, не серебряная, так, я глянул в интернете, это 5 грош, русская Польша, монета медная, а здесь, когда я помою ее будет, русский орел, как бы так, класс монетка, у меня такой нет коллекции, шайба, шайба, приятно, маленькая тоненькая монетка, и что-то мне подсказывает, что это серебро, да, это серебро, это серебро, что это за серебро, это серебряная монетка, сейчас я ее почищу, чуток почистил, не знаю, что это за монета, она серебряная, размером солит, возможно это солит, может быть не солит, не силен, в этих монетах, то есть вот так, у меня очередная находка глазами, я знаю, что это такое, это противовес от штор, тюли, шторы, веревочки, которые тянутся веселья, блин, как прекрасно она целая, у меня их уже, штучек так пять есть, жене говорю, давай на тюле повесим, говорит, не, против, ладно, пригодятся, вот такие, симпатявые, самая ценная, то что они целые, целенькие, классная находка, попалась, я как понимаю, какая-то большая монета, здесь вот надпись, по кругу идет, она обломана, я даже не знаю, что это за монета, это сто процентов монета, сильно подъедена она, не знаю, дома помою, она очень тонкая, но медь, вот здесь, как мне кажется, орел, не знаю, как на видео видно, может быть на видео лучше видно, не знаю, надо мыть, смотреть, возможно монету, больше ничего про нее сказать не могу, еще думал, кусок ржавчины какой-то, но потом увидел вот эти надписи по кругу, они идут с одной и с другой стороны, что я нашел парни, это, это зимняя помощь, о, зимняя помощь, ё-моё, что я говорю, мороженое мясо, никакой пропаганды, медалька мороженое мясо, вот это мне фортануло, а, весьма неплохой сохран, вы просто не представляете, сколько у меня радости, вот что значит сделать длинный перерыв, между копом, ну, вообще просто, вообще улет, прям тянулось сюда поехать, вот так, так снова лежит большой кругляк, еще даже, честно не трогал ничего, пина, выискал, 5 копеек, да, это 5 копеек, ну, судя по находкам, такое ощущение, что на этом фольварке жили, советские граждане, еще какое-то определенное время, так, ну, это монета сталинских времен, я вижу, что по расположению букв, число ленточек маленькое, скорее всего, сороковых годов, да, 46-го года, рождение пуговицы, сразу послевоенное, ну, что-то не фокусируешься, ну, это все мыть надо, опять пару взмахов, и снова крупная монета, ну, наверное, 5 копеек снова, да, 5 копеек тех же годов, очень грязная, так, очень-очень грязная, такое же расположение буков СССР, да, сороковые годовки, так, ну, приятно два пятака, с одного места, монетка, все в районе пятаков, так, опять такая же усосанная, но поменьше, это, наверное, 3 копейки, да, это советик 3 копейки, вот они, прорисовываются, гербы все, но это я все мыть буду, я не буду сейчас оттирать, натирать, вот, вот крутится, вот раз, два, и вот она, ямка 3, вот это уже интересная находка, находка церковная, знаю, кто говорит, можно их брать, кто говорит, нельзя их брать, не серебро, я так понимаю, скорее всего православный, какие-то изображения есть на нем, но это православный крестик, не знаю, наверное, заберу, зачем, в церковной утвари гнить в земле, что монеты уже минут 10 не попадались, думал, все уже закончилось, но нет, вот она выпала, так, пятнашка, рамочник, совет, да, 15 копеек, сороковых годов, да, тут определенно, после войны жили, какое-то время, так, это уже немецкая монета, что-то интересное, так, что-то, что-то интересное, так, 24-я часть тайлера, вот с такой вот красивой патинки, а год, даже сейчас год посмотрим, 1783 год, 24, айнен тайлер, ах ты, упал, вот, пожалуйста, советские монеты сгнили, а вот 24-я часть тайлера, и шиллинг, в такой прекрасной патинки, вот это мне портануло, красота, уже темнеет, возможно, видно будет плохо, но показать хочется, я долго разглядывал, думал, кусок бронзы, попался вот такая штука, это древнятина, как древнятина, до средневековья, это бронзовая пластина, может быть, наше тысячелетие, может нет, попадает, просто бывает, вот они вот, характерные рисунки, тех времен, но самое интересное, то, что, это вот, входное пулевое отверстие, ну, чего ты не фокусируешься, лови фокус, ну, ну, так вот, поймал фокус, еще раз показываю, вот, это вошла пуля, пуль тут попадается очень много, разбить такую пластину, она очень толстая, она не тоненькая, пуль, стрела много, и вот, лежала в земле, никого не трогала, сколько-то веков, и прилетела по ней пуля, мне не повезло, начинается дождь, возможно, это последний видос, я буду умывать руки, так, видос не последний, не последний, выпал мне еще один пятак, ну, уже с охраном получше, вот она, пятачина, тоже сороковых годов, приклеился, пять копеек, это у меня уже третий, сорок восьмого года, вот три пятачка сзади, за вечер, это более-менее хорошее состояние, ну вот и закончил я свой коп, весьма, весьма неплохой коп получился, накопал монеток, всяких ништячков, прикольных, весьма довольный, еду домой, а вон, спасибо за просмотр,